За невыплату штрафа в 500 рублей за решетку. Константин Ерютов был задержан 5 декабря за появление в общественном месте в состоянии опьянения, да еще и без маски. На него наложили штраф в 500 рублей. Срок оплаты штрафа 2 месяца. Но Константин Ерютов оплатить забыл. И вот вчера в 10 утра к нему домой пришел участковый и пригласил в отдел полиции, чтобы уточнить, как он сказал кое-какие вопросы. И все. Оттуда он уже не вышел. На данный момент мой молодой человек находится в КПЗ, в полиции, потому что он не оплатил вовремя штраф в размере 500 рублей. Он сидит там ровно сутки уже. Пришла смска в 10.28, что он сидит в полиции от Кости. Позже мне пришла смска, я ему написала, давай оплатим прямо сейчас, но забыли. Я вот даже перед Новым годом ему этот штраф на улице за масочный режим. 500 рублей. В 12.04 он мне написал, что я остаюсь ночевать в полиции до суда. Вечером я собрала паёк и пошла в полицию передать. И спросила у них, почему он здесь должен ночевать. Они говорят, потому что у него неоплаченный штраф, он его не платил. Хотя его папа тут же поехал и не 500 рублей, а 1000 заплатил. Штраф на штраф получается, 1000 рублей. А почему он должен там ночевать? Он сидит, честно, с алкашами, с наркоманами, нормальный человек. Сутки провел в КПЗ в камере на деревяшках. За что? Вот Костина камера, это справа второе окошечко вниз. А вот они вдвоём сидят. Сколько у нас должников, приставов, никого не сажают, алюминищиков. А тут за 500 рублей какого-то штрафа за масочный режим посадили. Ему законодательством было дано право уплатить добровольно двухмесячный срок. Правильно? Он его это не сделал. У него же не было даже никакого предупреждения, что он не сделал. И он же не отклоняется от этого. Мало ли какие причины по жизни могут быть, что он его не оплатил. А не то, что он не хотел его оплачивать. Забыл. Ещё что-то, да, может быть. Законом не предусмотрено иное. Срок был уже нарушен, вы поймите. Нет, а он представляет какую-то опасность. Почему его нужно изолировать обязательно было? Значит, сотрудник посчитал нужным. Для полного и состороннего рассмотрения дела поместить в ОЛСКУЗЛ. Просидев сутки в изоляторе, Константин Ерютов был доставлен в суд, где решение о его дальнейшей судьбе должен был принимать уже судья. Почему сразу штраф не оплатили? Я что-то забыл, ты заработал сюда. Не обязательно сутки за это давать. Много народу не приляжешь, сидя, получается, спишь. Вода из-под крана. Признать Ерютова Константином Борисовичем. В виновном совершении административного правонарушения предусмотрено частью 1-20-25 КОП РФ и подвергнутся его административному наказанию в виде административного ареста на срок одни сутки. Срок административного ареста за честь срок административного задержания. Там я общался с такими камерами, они говорят, что постоянно так делают. Ситуация для нас стала уроком, что если даже будет какой-то у нас штраф, мы пойдем его сразу оплачивать, не забудем и не отложим в долг ящик. Но было обидно, конечно, что нормального человека просто сутки продержали в нечеловеческих условиях. Напомню, что это уже не первый подобный случай, и здесь, можно сказать, обошлось все еще более-менее благополучно. Осенью мы рассказывали о Константине Иванове, которого точно так же полиция задержала за неоплаченный штраф в 100 рублей, сутки его продержали в изоляторе, а потом судья приговорила его к аресту на 10 суток. 10 суток за неоплаченный штраф по утере паспорта. Слесарь отсидел за это только половину срока. После нашего сюжета дело пересмотрели и Константина Иванова отпустили. А судья Авдиенко, вынесшую такое решение, квалификационные коллеги судей привлекла к административной ответственности. Штраф, кстати, как позже выяснилось, Константин Иванов вообще не должен был оплачивать, так как протокол в полиции был составлен с нарушением.